Добрый день, дорогие гости! Добрый день, Артияй! Добро пожаловать! Коли Ласка, заходьте до нашей хаты! Ой, колядочки, блины ладочки, ой, люли-люли, блины ладочки... Народную белорусскую песню Коли Ласка Леонора и Михаил знают с детства. Они оба родились в Минске. Но познакомились будущие супруги в Нью-Йорке. Он и она, будто сговорившись сразу после перестройки, переехали из Беларуси в Америку. Потом даже нашли одну и ту же работу в Центре помощи пенсионерам. С тех пор не расстаются. Они влюблены друг в друга и, конечно, в Нью-Йорк. Вы знаете, я для себя сказала, не прекращай удивляться, не прекращай восхищаться. Потому что меня все удивляло, меня все восхищало. Я поставила себе такую установку. И с тех пор, вот уже больше 30 лет, я не перестаю удивляться и не перестаю восхищаться. Еще на родине до эмиграции Михаил понимал, первое время в Америке придется не сладко. В итоге так и получилось. Сначала работал грузчиком, потом продавцом. В общем, было совсем непросто. Когда в 89-м году я собирался уехать, мой друг у меня спросил, который жил в Америке, Миша, что ты делаешь в Минске? Я говорю, я работаю в музыкальной школе, играю в очень хорошей бенде у нас, зарабатываю серьезные деньги. Он мне сказал, что если ты думаешь, ты приедешь в Америку и будешь петь песни, преподавать в школе, сиди в Минске. А если ты готов таскать бутылки в супермаркете, работать грузчиком, тогда добро пожаловать в Америку. Леонора тоже не отказывалась от любой работы. Убирала квартиры, сидела с детьми, ухаживала за пенсионерами. Позже перевезла в США маму. А когда ее не стало, Леонора создала в Бруклине клуб «Аэлита» в честь любимой малой. Здесь преподают уроки йоги для пожилых и устраивают различные конкурсы для детей. В клубе даже проводят показы модных шляп, сделанных своими руками. Думала на резиновую шапочку их клеить. Ничего, сваливалось все на свете. Шапочка и цветы, и волосы, и голова. Все отваливалось. Такую специальную сделали конструкцию. И вот теперь эта конструкция... Будет на моей голове. Да, будет много конструкций, будут на твоей голове. Можно я первую померю? О, это все... Нужно покрутиться чуть-чуть. Это для замка с высокими потолками, где у нас ягоды. Ну, это любовь, значит. Эх, Меган Маркл сделала меня. У Леоноры и Михаила в Беларуси осталось много друзей. Правда, на родине последний раз были 15 лет назад. Связь с Беларуси, безусловно, есть. И, в общем-то, все, что в жизни у меня есть, я получил в Беларуси. Белорусская занимает там свое большое место. I'm looking for another soul. Друзья Михаила и Леоноры, семья Эленту, переезжали из Беларуси вместе. Иммигрировать, когда тебе за 30, не каждый решится. Но еще страшнее было оставаться на родине. Мы решили уехать в Америку, потому что, как все знают, это были лихие 90-е. Это была перестройка. И в Беларуси, конечно, тоже. У нас было двое маленьких детей. И мы не видели, не могли предвидеть будущее. Люди разбегались, как муравьи. Инженеры по образованию в Америке без знания английского долго не могли найти хорошую работу. Даже поменяв профессию, Гарри работал много лет флористом. А Ирина устроилась в дом престарелых. Ну а переезды супруги не жалеют. К тому же на родине в Беларуси без перемен. Те же проблемы и тот же президент. Первые годы своего, так сказать, правления мы гордились, потому что он делал все для народа. Образование, чистота, культура, магазины наполнились, колхозы пооткрывались. Это было в начале. Ну а что потом? Там нестабильность осталась. То есть молодежь ищет свой путь. Свой путь, но уже в США, похоже, нашел программист Игорь Маханек. Выпускник Белорусского государственного университета. Он приехал в Нью-Йорк по рабочей визе 10 лет назад. И это решение Игорь считает самым правильным в жизни. Он работал и в Гугле, и в Фейсбуке, а сейчас у Игоря свой стартап. Нью-Йорксом считается человек сразу, как только сошел с трапа самолета. И ты действительно приходишь, и сразу тебя принимает город, сразу знаешь со своим. Американцы принимают. И вот это вот ощущение, что очень легко чувствовать себя здесь, как дома. За океаном у Игоря сбылась американская мечта. Его стартап вот-вот выйдет на мировой рынок. Ему очень бы хотелось, чтобы и на родине молодежь чувствовала себя уверенно. Конечно, последние полгода, к сожалению, очень много было вынуждено эмиграции. И многие из них временные, надеюсь. Все больше и больше людей жить там, где им комфортно, или где они родились, или где им нравится. Они чувствуют, что им необходимо уехать в другую страну. За тем, что происходило в Беларуси прошлым летом, Игорь следил практически в режиме онлайн. Тогда жители Беларуси каждый день выходили на улицы и требовали пересмотреть результаты выборов. По словам представителей оппозиции, силовики избивали их, незаконно помещали в тюрьмы, где задержанные подвергались пыткам. У меня много знакомых попадали просто на сутки там и получали, соответственно, долю травматизма эмоционально-физического. Есть несколько знакомых, которые сейчас под уголовными делами сидят. Это все очень тяжело и страшно, конечно. Я очень верю в беларусов. Ту силу, которая появилась в последние несколько лет, новое поколение уже там, которые хотят, и у них есть энергия, и которые могут все вот это поменять и привести в страну, в очень какое-то доброе и светлое будущее. Чего тебе здесь все-таки прям катастрофически не хватает, несмотря на то, что ты уже давно не живешь в Беларуси? Чего у меня тут не получалось еще, это сходить за грибами в лес. Слушай, ты не понимаешь, это то, о чем я говорю все годы, которые я здесь живу. Я действительно пытаюсь найти, куда пойти за грибами, как бы это странно ни звучало. Есть там какие-нибудь... Ну, говорят, что люди, что можно как-то, но я еще не находил. Сейчас в Америке проживает более 700 тысяч выходцев из Беларуси. На самом деле, точное количество подсчитать очень сложно, потому что долгое время американские власти в базу данных беларусов заносили как русских или поляков. Но одно можно сказать точно, что самая большая эмиграция из Беларуси была в конце 50-х годов. А вообще, беларусы не самая большая этническая группа в США, но несмотря на это, так или иначе, они продолжают сохранять свои традиции и свои обычаи на американской земле. О беларусских традициях 30-летний Андрей Поторский помнит всегда. Но сохранить их в Нью-Йорке, конечно, сложно. В США он эмигрировал летом 2012-го. Сейчас работает в музыкальном магазине и играет в группе. За плечами 120 концертов по Америке. Вот Андрей молодец. Один приехал в Америку, остался. Нет, конечно, не один. Ты приезжаешь и постоянно встречаешь каких-то случайных, не случайных людей, которые тебе чем-то помогают, и все это становится намного легче. Приехал Андрей в Нью-Йорк по программе Work and Travel. И обратно в Беларусь решил не возвращаться. Планировал вернуться домой, но в середине лета я понял, что домой будет возвращаться небезопасно по определенным причинам. И понял, что остаемся здесь. Когда прошлым летом в Минске и других городах проходили массовые акции против Лукашенко, а потом и массовые задержания, Андрей сутками пытался дозвониться до родных. В Беларуси его родители долгое время не выходили на связь. Там отключили интернет. А в Нью-Йорке как раз в это время белорусские эмигранты стали выходить на митинги в поддержку земляков. В стороне оставаться тоже не хочется. Я как бы стараюсь принимать участие в каких-то встречах, митингах. Друг Андрея даже предложил ему записать кавер на американскую песню «This is America» в поддержку Беларуси. Беларусы живут в Нью-Джерси, в Лос-Анджелесе, в Чикаго, в Майами. Но большинство из них предпочитает все же жить в Нью-Йорке, в особенности в Бруклине. А вот молодые семьи выбирают более безопасные и спокойные районы. Например, Лонг-Айленд. Катерина Кирсанова с мужем и двумя дочерьми живут в собственном доме, который приобрели в ипотеку. Рядом играют Зои и Злата, под ногами бегают собака и кот, на заднем дворе птицы поют песни. Именно за такой жизнью Катя ехала в США. Мне казалось, что здесь больше возможностей для меня, потому что я только закончила университет, и мне хотелось что-то попробовать, училась на журналистику, и мне казалось, что здесь намного больше потенциала, возможностей. Приехала Катя по студенческой виде. Здесь сразу начала работать в маленькой дизайн-компании. Через год в Нью-Йорке она встретила будущего мужа – Шона. Американские родственники приняли и полюбили Катю, но менталитет у них все-таки разный. И это касается практически всего. Он не понимает наших застольев абсолютно. То есть у них, если одно блюдо, вот на День Благодарения готовится одно блюдо и немножко, то это нормально. А мы тут каждый день рождения, Новый год и все эти праздники так активно, максимально празднуем. Мой муж, кстати, не очень любит белорусскую кухню. Но вот как-то не расположился он к ней. Он очень любит драники. Он может есть какое-то мясо определенное, да, вот гуляш, например. Но он никогда не будет есть там картошку с грибами, борщ. Он не расположен к этому совсем. Американскому супругу сложно понять и то, что происходит в Беларуси. Шон чуть ли не каждый день видит, как переживает по этому поводу Катя. Я боюсь за себя и за своих девочек. Я уже несколько раз открываю страницу, чтобы купить билет в Беларуси и потом опять закрываю. Он не понимает. Он даже не понимает сейчас. Вот я говорю, я сейчас полечусь в Беларусь, я немножко волнуюсь, говорю по этому поводу, по своему полету туда, навестить своих родственников. Он говорит, почему ты волнуешься? Ты же не ездишь туда, что-то плохое делать, там пикеты устраивать или демонстрации. Ты просто едешь с детьми. Очень тяжело, когда мы тут им говорим, ребят, держитесь, мы тут вам поможем, выходите, у вас все получится. А сами, знаешь, выходим побегать на пробежку, да, они там выходят и после таких выходов остаются в тюрьме. Но Катя верит в белорусский народ и постоянно с гордостью рассказывает о родине своим дочерям, которые родились на американской земле. Эту картину подарили мои американские друзья на мое 30-летие. Сами сделали, сами написали, распечатали. Мне очень-очень приятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова